так ну что будем продолжать сразу скажу в начале эфира забыла в начале прошлого сообщить о том что если вы вдруг будете рисовать по моему прямому эфиру и вот эти референции что это такое откуда это по моему моим референциям по вот этой теме и будете выкладываться в инстаграм ставьте пожалуйста хэштег рене life это тот хэштег под которым собраны работы людей которые рисуют по моим эфиром поэтому мне будет очень приятно видеть ваши работы в этой коллекции в этой галерее чудеснейших работ людей которые рисуют вместе со мной так ну что продолжаем у меня конечно уже подсохла пока я все сохраняла нет все хорошо думала не то закрасила но сейчас пока еще попишу это ваш у меня конечно тут уже все высохло поэтому я частично буду добавлять воду почему частично потому что бумага это не терпит слишком больших таких мазков воды и прочего поэтому тут нужно работать более аккуратненько поэтому я буду сейчас так вот мазки класть и где-то кое-где размывать в общем чем прикол вообще рисование вот таким образом этих шмелей в том что за счет каких-то пятнышек за счет разводов мы создаем интересный вид шмеля то есть мы и показываем характерную ему текстуру до его тельца и при этом какие-то моменты уточняем прорисовываем более четкими линиями создавая такой интересный скетч тут нам надо еще показать обязательно глаз не обязательно вырисовывая то есть тут нет необходимости прям прорисовывать детально как это все будет выглядеть но наметить обязательно нужно иначе будет ощущение реалистичности подтвердить так 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 теперь само крыло очень шумно стало само крыло я хочу сиреневатыми оттенками взять и прям вот так вот полностью широкой кистью с хорошим количеством воды пройтись потому что если вы возьмете сильно сухую кисть если вы знаете сильно мелкую кисть вы начнете елозить по бумаге из-за этого нижний слой краски которые вы положили до этого начнет подниматься это приведет к тому что будет грязь на листе чтобы этого не было нужно одним махом провести мазок и оставить как есть уже не поправлять и не лозить ну вот таким образом все я думаю что эту пчелу я пока оставлю сейчас вернусь вот к этому дружочку к верхнему немножко тоже прорисуем детальки даже наверное сделаю вот коню чуть-чуть забрызну хорошо иметь под рукой какую-то такую штуку из которой можно мелко распылять в воду во первых я так матч его окраски сами перед работой но во вторых если работа подсохла тут сейчас можно можно очень хорошо и и смочить и вот помните у меня здесь растеклось очень сильно далеко за пределы тельца я как раз сейчас могу это поправить и показать где это тельце на самом деле заканчивается в виде полное пчелуб twice и вот grad у насek vị немножко уточняю детальки именно в лапках чтобы более реалистично их передать на самом деле таких намеков достаточно чтобы показать уже строение шмеля да то есть уже понятно где там тело где лапки это все выглядит уже угадывается а так осталось уже чуть-чуть с шмелем не там не там поставила ус ну вот в принципе второй наш друг тоже готов посмотрю если есть вопросы вопросов нет чудесно ой прошу прощения то хотелось так ну что еще остался у нас один шмелек вот он наш красавчик сейчас я его сделаю если останется еще время то я могу поотвечать на вопросы поэтому в принципе сейчас можете уже что-то писать спрашивать я вам отвечу так ну и тут мы делаем по той же схеме то есть также мы смачиваем все как все смачиваем тельце конечно крылья я не трогаю крылья буду делать уже по сухому так вот Продолжение следует... Очень красивые переливы у этого шмеля, причем это действительно какой-то другой вид, потому что у него и крыла 4, и он выглядит совсем по-другому, у него и окрас другой, и распределение другое. Продолжение следует... Таких красноватых пятен, а те добавлю уже потом. Так... Теперь видите, ну тут конечно вот здесь в этой части еще очень сыро, поэтому там я пока даже лезть туда не буду, иначе у меня слишком этот черный расплывется, и никакой красоты от этого не будет. А в этой части можно... Этот шмель гораздо быстрее пойдет. Вот как-то либо я расписалась уже, либо он очень удачно по ракурсу, по расположению, ну по распределению я имею ввиду пятен, что он как-то мне легче идет. Вот я сейчас быстро сделаю. Так... 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 Мы, кстати, пока пользуюсь случаем, расскажу еще раз о том, что где-то, наверное, к маю ближе, пока точно не могу сказать, но я думаю, что в конце весны, ближе к лету, у меня будет стартовать курс по рисованию животных. Но животные, там будут даже больше не животные, а птицы, насекомые, и только-только я начну вот в феврале писать программу, то есть я пока не могу сказать конкретно, что там будет за задание, что за животные будут, но однозначно мы будем вот такого плана что-то делать. У меня очень много раз уже спрашивали по рисованию именно животных, поэтому пошла я на поводу у людей, ну как пошла, мне на самом деле это очень нравится, с самого детства я рисую всяких животных и растения и так далее, то есть всю эту флорофауну, поэтому с удовольствием я поделюсь информацией и как раз вот такого плана упражнения, там, ну однозначно там будут упражнения на сырую технику, потому что без этого зачастую сложно даже передать какое-то, ну там оперение или какую-то шерсть, да, пушистую. Поэтому однозначно это будет. Так, ну вот оставлю вот таким планом, немножко не дописано, не хочется мне тут отдаваться в детали, прорисовывать эти крылышки, там, конечно, есть много всяких искажений, какие-то узоры, но я могу только испортить, если начнут лопаться в этом, поэтому нет-нет, делать я этого не буду, сейчас я чуть-чуть еще помечу черный. Видите, еще нужно учитывать, что когда пишешь по-сурому, очень сильно съедается цвет при высыхании, то есть оно-то и по-сухому акварель светлеет, а по-сурому еще сильнее, потому что воды много используется. И всегда нужно оценивать работу, насколько она закончена, не тогда, когда вы положили кисть и, ну, типа завершили, а тогда, когда работа подсохла. Тогда вы только смотрите и понимаете, нужно ли что-то добавить, дополнить или нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вам начинается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА так и маленький маленький еще момент чуть-чуть наметить различие от двух крыльев просто что что их там два показать принципе все я думаю что тоже это законченный вариант для скетча для наброска очень даже вполне может оставаться вот таким поэтому удалось нам с вами сделать сегодня вот не нравится мне единственная я это прям сейчас исправно держала себя в рамках этой половины листа но нет не нравится мне очень не хватает ему крылышков там гораздо лучше ну вот таким образом у нас получили шмели этот наверно даже больше как-то вот так лучше рассматривать но честно говоря получилось меня за компоновать не очень хорошо потому что я планировала все три разместить здесь начала очень крупно и из-за этого мне пришлось перемещаться на соседний лист но это мне дало возможность потом доделать классный разворот я его закончу обязательно выложу ну и промежуточный момент это же сфотографирую выложу сегодня и обязательно сообщаю а то будете спрашивать о том что этот эфир будет доступен на ю тубе выложу я его постараюсь выложить сегодня доступен он будет в течение недели до конца следующих выходных поэтому кто хочет порисовать у вас будет целая неделя на это вы сможете это сделать но потом видео у меня удаляются то есть я храню только на неделю сейчас поотвечаю на ваши вопросы а и youtube ссылка активная у меня в профиле вы всегда смачиваете рисунок нет я очень редко смачиваю рисунок только тогда когда мне нужно поработать по-сорому по-сорому и работаю редко саша привет что у вас за скетчбук с какой бумагой для патронической иллюстрации стоит про стопроцентных хлопок если рисовать на заказ то какие материалы стоит брать был ли он продаж за границу давайте по порядку что у меня за скетчбук с какой бумагой это скетчбук катета пилиной я вам сегодня выложу в stories выложу в ленте в инстаграме вот эту работу и катю отмечу поэтому сможете у меня зайти ко мне в профиль и посмотреть под фотографии со шмелями кто такая катета пилина и перейти к ней и посмотреть она делает скетчбуки очень крутые у меня уже четыре штуки и и скетчбуков они классные они видите с красивой замшевой обложкой это мой логотип катя их дело специально для меня именно этот скетчбук имеет несколько видов бумаги вот у меня тут закладки лежат что здесь есть и фабриана один фабриана какой-то другой ханимюли другой ханимюли и наверное все по моему да здесь четыре вида бумаги также у меня есть ее скетчбук там еще больше разной бумаги есть у меня скетчбук с чистой целлюлозой ну то есть у катя разные варианты это вы уже с ней можете обсудить но я безумно довольна потому что это прям очень качественная работа и с большой любовью для ботанической иллюстрации стоит брать в стопроцентный хлопок но я не знаю точно потому что я не рисую ботаническую иллюстрацию в том плане если вы имеете ввиду ну как по правилам до ботанической иллюстрации когда она очень реалистично похоже на оригинал на именно на само растение и там все вылизанные вот эта техника постоянные и даже не за что там лисировка наверное используется я в такой технике не рисую поэтому я не могу сказать вам точно но в принципе хлопок наверное да потому что он хорошо выдерживает многослойность целлюлоза многослойность держит плохо если рисовать на заказ то какие материалы стоит брать хорошие качественные профессиональные потому что это ваше личное отношение к работе к клиенту и ваша репутация но если вы рисуете чисто для оцифровки там уже можно брать более бюджетные варианты материалов но опять же бумагу смотря какие требования к работе да какие требования к рисунку потому что разная бумага справляется с разными задачами был ли опыт продаж за границу да у меня несколько работ в швейцарии висят так интересно что выйдет ну вот уже можем можно посмотреть где стоит применять мокрую технику где сухую но смотрите по сырому я чаще всего рисую там где мне нужно показать пушистую шкуру ну то есть какое-то пушистое да там оперение пух у животного либо как здесь мохнатая то пчела тоже она не имеет гладкую шерсть у него на вну пух потом по сырому техника классно смотрится в пейзажах когда особенно задние планы но либо в целом по сырому прям целые пейзажи пишут это очень красиво смотрится цветы пишут по сырому тоже очень классно но в принципе ну где стоит применять там где вам нравится вот если так отвечать на но если так вопрос ставить где стоит применять то применяйте там где вы считаете нужно где вам нравится потому что в принципе все что угодно можно написать и по сырому и по сухому но вот лично для меня я по сырому использую технику только танки мне нужно показать что-то пушистое какие кисти стоит покупать синтетику или натуральную какие размеры более ходовые да и синтетика сейчас очень классная стала появляться и натуральные материалы тоже хорошие например колонка мне никогда не было я пишу белками либо хорошими синтетиками самое главное не бойтесь тратить деньги на хорошие кисти потому что они действительно долго хранятся и они очень долго держат форму и выдерживают работу у меня вот эта кисть например на 100 тысяч рублей и это самая любимая моя кисть потому что она реально самое удобное то есть качество из качества либо вы готовы за это платить либо нет но с другой стороны в принципе у меня есть ходовая вот такая кисточка тоненькая ее покупала в леонардо за сущие копейки не знаем красно меньше 100 рублей стоило это синтетика причем она не для акварели вообще это обычная синтетика как это дешевые но она у меня пошла поэтому здесь оптимального правила какого-то нет берите пробуйте самое главное я могу вам только подсказать по выбору белки например я не знаю кстати как это относится ли к синтетике или нет но по белке если есть возможность в магазине просите прям смочить кисть и посмотреть как она себя ведет то есть она должна при вынимании из воды собираться вот в тонкий острый кончик и если она не собирается то это плохая кисть и вам будет неудобно или писать но по размерам ходовые но у меня тройка пятерка самые ходовые сколько он стоит кто скетчбук если скетчбук то пишите катя топилина и она вам все расскажет для чего брать целлюлозу для чего хлопок но я беру целлюлозу в основном для быстрых скетчей для зарисовок для каких-то набросков потому что целлюлоза не держит так долго воду как хлопок и мне гораздо удобнее именно какие-то быстрые работы быстрые мазки быстрые зарисовки делать на целлюлозе хлопок я использую для сложных иллюстраций где у меня есть многослойность где мне нужно много поработать где мне нужно чтобы вода задержалась в бумаге чтобы я успела посмешивать оттенки поэтому там я использую хлопок лера рисовала с тобой классно вышло пассива саша делись обязательно мне очень интересно я уверена что у тебя уже супер крутейший уровень начала проверять ваши работы по курсу но еще не дошла до твоих не знаю на выходных получится у меня сесть на за лицензии или нет но мне очень нравится вообще что у вас у всех получилось так быстро просмотрела всех не очень-очень прям довольна как за границу делать упаковку чтобы ничего не поймете не испортить но я отправляю почтой упаковываю использую картон у нас у меня в городе продается картон 3 миллиметра по моему он он просто типа дизайнерский картон для каких-то там цели я не знаю я просто в него упаковываю но сверху уже упаковка почты и таким образом ничего не портится все спасибо за ответы признательны ссоре за навязчивость не у кого спросить да не за что рада помочь так ну что я думаю можем завершаться сейчас я еще вот дорисую все-таки этот разворот мне хочется его прям порисовать и закончить сделать из него какой-то интересный момент и мне будет очень приятно если вы когда я выложу уже у себя публикацию с готовым разворотом и те кто смотрели эфир как вам понравится но ты больше нравится вот так или когда я заполню еще какими-то деталями типа как лучше будет смотреться это уже просто такой интересные моменты которые мне будет узнать от вас и напоминаю еще раз про хэштег рене life если вы будете выкладывать в stories свою работу то можете отмечать прям меня рене лера активно до чтобы я увидела что у меня это stories отразилось в директе и тогда я смогу им поделиться у себя в своих stories это очень удобно потому что сложно мне бегать искать выискивать работы тех кто рисовал по моим сто по моим эфиром потому что зачастую времени хватает и из-за того что она сейчас идет ботанический марафон постоянно постоянно лента обновляется я зачастую просто вообще не успеваю увидеть ни комментарии какие-то не какие-то отмечания то есть чаще всего я вижу только если ко мне приходит что-то в директ пока что пока что еще мой директ не забит поэтому отмечайте меня чтобы я могла поделиться у себя вашими результатами все я завершаю была с вами рада вот таким образом встретиться я думаю что возможно на следующей неделе а нет я может быть и получится не знаю буду держать вас в курсе в любом случае если у меня не получится выйти порисовать я может быть выйду просто поболтать что-то рассказать ну и все хороших выходных пока пока